Любишь дотку? И хочешь стать круче? На сайте anylevel.com ты сможешь заказать перекалибровку для своего аккаунта. Буст ранга от 150 рублей. Получить персональную тренировку или купить аккаунт. Ссылка в описании. Привет народ! С вами вновь Фенаргот. И я продолжаю тему новой системы матчмейкинга в Дота 2. И на этот раз я рассмотрю сами ранги и звезды более детально. Для тех, кто хочет узнать более подробнее о самой системе матчмейкинга и калибровке, за кого и как ее лучше проходить, можете посмотреть ролик, ссылка на который есть в описании. Единственное замечание. Я допустил ошибку в том видео. И первой калибровкой действительно можно откалиброваться на максимальное звание, а не на 4к, как я сказал в ролике. Мне просто скинули, что на anylevel калибруй таки на Divine 5. Приношу извинения, все остальное в том ролике точно рассказано, тем более про вторую калибровку. Ну что, перейдем к рангам. Как вы знаете, теперь в Доте есть 7 рангов. Херальд, Гвардиан, Крусейдер, Аркон, Ледженд, Эншент и Дивайн. У каждого из них есть подранги на 5 звезд. То есть в сумме рангов 35. Сами очки ММР остались. Ранги лишь представляют из себя звание за преодоление той или иной отметки ММР. Сейчас на экране вы можете видеть соотношение ММР с рангами. То есть, если у вас 3300 ММР, у вас ранг Аркон 5. Свои очки ММР вы можете посмотреть в своем профиле Доты, нажав на кнопку «Статистика». Также, если вы стали обладателем ранга Дивайн 5, под ним в вашем профиле будет отображаться число. Это ваше положение в топе, в вашем регионе. Так как пати ММР также остался, в нем отсутствуют ранги Дивайн и Эншент. И там топ также отсутствует. Как же поднять ранг? Элементарно. Как и раньше, в случае победы или поражения, вы получаете или теряете очки. Когда вы наберете нужное количество очков ММР, вы получите новый ранг. Напоминаю, что по результатам каждого сезона, а их будет 2 в год, наивысшее звание, которое вы получили в сезоне, будет отображено в истории вашего профиля. К примеру, если в этом сезоне вы сможете получить звание Дивайн 5, а потом скатитесь до третьей легенды, в вашем профиле после окончания сезона все равно будет показываться Дивайн 5. Правда, при калибровке будет учитываться уже текущий ММР, а не максимальный за сезон. В связи с тем, что высочайшая планка ММРа была снижена, сейчас на звании Дивайн 5 стало больше игроков, так как проигроки, имевшие до этого 9К ММР, имеют по 6-7. И звание для них одно и то же, что и для обладателей 6К ММР. Было полезно? Делись своим рангом в комментариях, задавай вопросы, ставь лайк, подпишись и жми на колокольчик. Ну и, конечно же, подпишись на мои социалки. С вами был Фенаргот, до скорых встреч и хорошей вам калибровочки!